Это аналог канадского аппарата, который сделан наш, это сугубо наш аппарат, сделан именно у нас. Он позволяет проводить онкоскрининг. Это быстрый способ выявить рак. Как показывает практика, в Алтайском крае растет число онкозаболеваний, в том числе и ракополости. Только в 22-м году около 100 человек из стоматологии направили в онкоцентр на дальнейшее обследование. Пациент, как правило, отмечает это субъективно, что-то не так, какой-то дискомфорт, какие-то неприятные ощущения, болезненности и так далее, большой спектр. Врач же видит измененную слизистую оболочку, которая не соответствует ее очертаниям в норме. То есть если мы вот это видим, то мы сразу проводим данное обследование. 2-3 минуты с приема это нормально для того, чтобы произвести данное обследование. Аппарат не имеет никаких дополнительных расходных материалов. Использует свечение лампы и специальные очки, как для пациента, так и для врача. В этом аппарате, как сейчас вас смотрели, это впервые было? Нет, у меня было уже давно лет, может, 5-6 назад теперь даже было такое. Мне посоветовали еще парадонтологи и ортопеды купить ирригатор. И я себе года три назад, наверное, приобрела ирригатор. Сначала я неправильно ползал, то есть я выбила себе несколько пломб. Получилось мне так, потом меня научили как-то делать, делать, и как бы я вот справляюсь. Ирригатор – аппарат, с помощью которого за счет пульсации воды происходит удаление зубного налета, а также массаж десен. Специалисты советуют ежедневно ухаживать за полостью рта. А именно уходу следует уделять 20 минут в день, желательно вечером. Помимо чистки обычной щеткой и нитью, следует использовать межзубные ершики, монопучковую щетку и ирригатор. Если неправильная гигиена полости рта проводится пациентам, то это создает плохие условия. То есть быстрое появление зубного налета, который со временем превращается в зубной камень и, соответственно, вызывает заболевания зубочелюстной системы, заболевания дисней, и дальше мы эти осложнения уже лечим. Существует и профессиональная гигиена полости рта. Ранняя диагностика, которая позволяет выявить заболевание и вовремя начать лечение. И эта процедура, и онкоскрининг доступны по полису ОМС, то есть можно пройти бесплатно. Специалисты также напоминают, посещать их нужно как минимум два раза в год. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком.